Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. А и сегодня мы с вами обсудим очень важную тему, будет лекция «Влияние христианства на философию, науку и искусство». Да. Как известно, мы живем в христианской культуре, как и европейцы. Впрочем, многие представители этой христианской культуры не являются христианами. Почему же тогда кто-то называет нашу культуру христианской? Дело в том, что философия, искусство и даже наука многое унаследовали именно от христиан. Ни философию, ни искусство, ни науку невозможно представить себе такими, какие они есть, без влияния христианства. В данной лекции я попробую вам это показать. Первый пункт у нас – Бог. Христианство разработало несколько концептов Бога, так как познание божества в смертной жизни невозможно. То христиане ограничились некоторыми общими положениями о нем. Например, даже, можно сказать, некоторыми тенденциями. Да. Притом таковых тенденций всего несколько. К примеру, существовали катафатическое и апофатическое богословие. Одно утверждало, что атрибуты Бога являются благими, а апофатическое утверждало, что они непознаваемы. Христианство не было единообразным, но и не было безграничным в своих предположениях о Боге. Оно заложило несколько тенденций, которые развивались уже в философии. Прежде всего, это убеждение в том, что Бог бестелесен, един, единственен, бессмертен, невероятно могуч, всезнающий и так далее. Мыслители нередко используют эти атрибуты для обозначения, ну, атрибутов своих богов непосредственно. Кроме того, христианами по преимуществу считается, что Бог трансцендентен, то есть находится за пределами созданного им мира, что легло в основу деизма, который был популярен среди философов, просветителей и даже ученых. Ученых классического периода, конечно же. Ну, философов классического периода, да. Классического периода науки и, в общем, вот, да. А что уж там говорить? Ньютон и Эйнштейн верили в Бога, что влияло на их научные взгляды. Например, известна фраза Эйнштейна «Бог не бросает кости». Или известно, что Ньютон с помощью своей механики пытался составить хронологию библейских событий, а также был богословом. Относительно Эйнштейна стоит заметить, что, ну, Эйнштейн по национальности еврей. Вероятно, на него влияние оказало не только христианство, хотя он жил непосредственно в среде немецкой, немецкая, немецкая среда христианская, да, безусловно. Но на Эйнштейна оказывали влияние и еврейские корни, а также он очень уважал еврейского мыслителя Спинотану. Европейский он одновременно мыслитель, тоже еврей, как бы. А, да. Так вот, здесь с Эйнштейном ситуация немного посложнее, но все равно концепция «Бога» как бы в его мировоззрении присутствует. Что бесспорно. Христианизированный «Бог» присутствует в многочисленных учениях философов, чем спорить было бы крайне странно. Так как история философии вплоть до 20 века была крайне теистичной, даже создатель критики чистого разума Эммануил Кант верил в Бога и использовал этическое доказательство его существования. Законы природы и законы Божьи. Интересная параллель такая. Интересно, почему законы природы называют именно законами? Законы – это политический и юридический термин. Законы, ну, изначально так. Законы кто-то издает. В политике и праве их издает правитель или правительство. Христианский дискурс перенял это слово, только использовал его на своем божестве. Так и появились законы Божьи. Следующий виток эволюции законов стал актуален в новое время, когда ученые начали эмпирически исследовать мир и с помощью индукции выводить общие закономерности природы, которые были названы законами. Дело в том, что для ученого нового времени Бог все же существовал, и он был создателем этого мира и всех его законов, материальных и духовных. Ученые исследовали материальный мир, следовательно, они исследовали материальные законы. Они были названы законами природы по образцу законами Божьими. Ну и непосредственно, конечно, издал эти законы Бог. Ну, для классической науки такое мнение, мне кажется, было бы вполне адекватным. Ну, судя по источникам и так далее. Это вообще делает многое понятным. В целом, чистый эмпиризм не тяготеет к составлению абстрактных картин мира. А постулирование законов природы есть некое очень сильное абстрагирование, более того, привязанное к религиозной тематике, тематике законов вот этих вот, которые кем-то издаются. Понятно, что ученые не считают, что они кем-то издаются. Здесь ситуация тоже значительно сложнее. Но исконно, исконно этот термин как раз вот имеет такую историю развития. Эта идея имеет такую историю развития, что важно. Если бы христианства не было, то совсем не факт, что ученые стремились бы формулировать какие-то общие законы природы. Особенно основываясь на эмпирическом методе, который просто этого не предполагает. Ну, греческие эмпирики таким просто не занимались. Ну, вот так вот получилось. Линейное восприятие времени, следующая глава, следующий пункт нашей лекции. Так вот, Бог в один момент создал мир, а в другой момент материальный мир исчезнет в апокалипсисе. Совершенная линейная картина мира, без повторов, но она свойственна христианству. В ней нет никаких циклов, перерождений, которые были у пифагорейцев и платоников, никаких возобновлений. Таков подход христианства. Впрочем, для науки свойственно такое же восприятие времени. Только момент рождения вселенной был значительно раньше, чем у христиан. Момент гибели наступит намного позже. А, собственно, в науке есть момент возникновения вселенной и момент ее исчезновения. Замечу, что не во всяком учении мир возникает. И не во всяком, даже если он возникает, то вынужден в итоге уничтожиться. Такое положение дел свойственно для большинства европейских философских учений. Ну, то есть, вот эта христианская линейная модель, она свойственна для большинства европейских философских учений. Что, как мне думается, во многом дает дань христианству. Если бы христианство не было доминирующей религией, которая правит в умах европейцев в течение многих веков, то, я думаю, были бы предложены другие альтернативы, как минимум, философии. Например, мир может восприниматься циклично, возникать, исчезать и повторяться постоянно, как это было у индусов. Он может быть безначальным, но конечным. Или имеющим начало, но не имеющим конца. А ситуация довольно сложная, как вы можете сами посудить. Вообще, такие вот взгляды, которые я перечислил, они периодически, иногда, кое-где встречаются. Ну, и они, конечно, заслуживают внимания. Но у нас, нас в европейском регионе, так скажем, в западном регионе, включая Россию в том числе, концепция линейного времени крайне-крайне распространена. Поиск единого начала всего. Именно единого начала всего, заметьте. В христианстве единое начало всего. Бог. Он создатель вселенной из ничего. Он творец. В общем-то, вот такая вот концепция у христиан. Да, есть Бог, Бог изначален и Бог создал все остальное. Он один, он един. И он, собственно, самодостаточен. Все, больше никаких субстанций, сущностей нет. По христианству. И не только по христианству, между прочим. Многие философы тоже следовали за вот таким вот подходом. Так вот, но обратимся к науке на этот раз. Поиск единого начала всего. Имеется ли в науке поиск единого начала всего? А, конечно, имеется. Это теория большого взрыва, во-первых. Что такое теория большого взрыва? Это такое же единое начало, при котором из сингулярности чего-то единого и единственного рождается вселенная. Чисто технически, модели идентичны. Просто в случае с большим взрывом прояснены некоторые физические аспекты. А Бог вынесен за скобки. Впрочем, 22 ноября 1951 года, Папа Римский Пий XII объявил, что теория большого взрыва не противоречит католическим представлениям о создании мира. Что совершенно не странно, так как большой взрыв и Бог принципиально не противоречат друг другу и подразумевают схожие механизмы. Впрочем, конечно, модель становления вселенной в теории большого взрыва намного сложнее, чем в Ветхом Завете. С этим спорить бессмысленно, и это, конечно же, неудивительно, потому что когда был написан Ветхий Завет, и когда были сформулированы первые положения теории большого взрыва, просто расстояние между вот этими вот двумя событиями просто колоссальное. И поэтому неудивительно, что вот это вот, такой вот подход к поиску единого начала, и вот это непротиворечие с христианством и большой взрыв, это все как-то с одной стороны связано, а с другой стороны понятно, что теория большого взрыва, она сложнее, да. Но также бессмысленно спорить с тем, что и временное измерение теории большого взрыва линейно, а также имеет начало и конец, как в христианстве. А также нет смысла спорить с тем, что большой взрыв – это некое единое, общее начало. Также можно сказать и про бозон Хиггса, который также неслучайно окрестили частицей Бога. Когда мы заглядываем в микромир, мы тоже там ищем, оказывается, единое начало. Ученые ищут единое начало всего. Они не допускают там 300 тысяч возможных начал, там 3 возможных начала, 2 возможных начала. Нет, одно возможное начало – бозон Хиггса. А частица Бога, так называемая, в шутку ее так, конечно, назвали, но вот такое вот, неслучайное, на самом деле, название, действительно, это частица и есть частица Бога, так как в микромире это и есть создатель всего прочего. Это тоже некое единое начало, которое физики пытались подтвердить с 1964 года. Впрочем, и до этого тоже физики имелись такие же попытки. Например, теория эфира, тоже эфир один, единственен, фундаментален, достаточно тонок, чтобы составить из себя все прочие вещества, тоже как претендент на звание единого начала мира. То есть, как мы видим ученым, свойственно мышление в русле христианской модели. Как с точки зрения восприятия времени, с одной стороны, так и с точки зрения поиска, поиска начала, поиска единого начала, и я еще не сказал про составление великой теории всего. То есть, одной единой теории всего, которая объединила бы все физические и не только физические теории. Впрочем, не только ученые, не только ученые, конечно же, искали единое начало, тоже можно увидеть и в философии, притом нередко начало философов и христиан совпадает, и это Бог. Я имею в виду философию нового времени, конечно же, философию постхристианского периода, так скажем, постсредневековья. И да, действительно, свойственно философам искать именно одно начало, но иногда два, дуалистические системы тоже существовали, тоже это не секрет. Но, впрочем, большое количество мыслителей хотели сказать, нет, начало одно – это Бог, или нет, начало одно – это материя. Вот, стремление к поиску единого начала тоже является очевидным даже в философии. Душа. Душа, душа, да. Душа – что ж это такое? Это нематериальная субстанция, в которой выражена сущность человека. В христианстве она бессмертна. Понятие души используется в такой науке, как психология. В целом предмет психологии и формируется на изучении внутреннего мира человека, но, как и любая наука, она вынуждена исключить все метафизические характеристики души. Ну, например, бессмертие и нематериальность. Психология, собственно, и переводится как «учение о душе». Следует сразу заметить, что христиане, оказавшись философскими наследниками платоников, перепатетиков и стоиков, взяли у вышеперечисленных учений некоторые основы устройства души. А эта душа в итоге включает и разум, сознание, чувство, волю, воображение и многое другое. Те же самые категории христианство передает в наследство психологии. Психология вынуждена с ними работать. Здесь такая сложная-сложная система передатчиков, конечно. Христианство здесь не основоположник вот этого вот всего, безусловно, потому что все, что мы видим по отношению к психологии в христианстве, уже было у предыдущих мыслителей. Но христиане все-таки отобрали, отобрали тех мыслителей, которые заслуживали этого, по мнению христиан, которые были всего ближе к христианству, и вот составили вот такую вот типологию. Но она на самом деле значительно сложнее. Я здесь просто перечислил кратко. Разум, сознание, чувство, воля, воображение, память там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все это можно воспринимать очевидно по-разному. И во всем мире существовали совершенно разные теории внутреннего мира. Если психология, например, возникла в Индии, вот наука психологии возникла бы в Индии, то там типология была бы совершенно иная. Там были бы выделены другие части души, другие, другие части Атмана, так скажем. Или, если бы она основывалась на буддизме, то там бы вообще не было никакой души. Да. Ну, неважно, все равно выделялись какие-то части внутреннего мира человека, но это бы тоже выглядело совершенно иначе. Но все выглядит так, как оно есть, и во многом благодаря христианству отрицать это практически невозможно, потому что и психологи, они, собственно, зародились в христианском обществе. Ну, и в христианской философии они тоже были пронизаны, близки к ним. О философии так и вообще говорить не приходится, так как большая часть философов нового времени признают, что душа непосредственно существует, и существует именно в христианском, бессмертном и нематериальном смысле. Вот так вот, да. Следующая тема, одна из моих самых любимых. Этика. Этика, 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 конечно же. Мы живем в мире, в котором правит христианская этика. Именно христианские добродетели считаются традиционно благими, и даже атеисты, по большему счету, показывают, что они этичны именно по христианскому образцу. С философами и писателями та же проблема. Большинство морализаторов последних веков находились и находятся под сильнейшим воздействием христианства. Паскаль, Кант, Достоевский, Киркегор придерживаются христианских добродетелей и презирают смертные грехи. И это только четыре имени. На самом деле, философов такого рода намного больше. А, да. А философов, на которых активно влияла христианская этика, просто значительно больше. Одним из первых отделаться от нее смог, наверное, только Макс Штырнер. А следующий персонаж философии, отвергнувший христианскую этику, это Ницше. Но даже последний, несмотря на всю свою популярность, не смог привести к уничтожению христианских этических ценностей. Люди все еще исповедуют, даже если не являются христианами, они исповедуют действительно христианскую этику. Это, ну, это вот обычное дело, как бы считается. Ну, давайте рассмотрим непосредственно элементы той самой христианской этики, о которой мы говорим, и которые являются непосредственно частью христианского учения, именно в своей совокупности. Да. И в том, как мы их воспринимаем. Понятно, что в различных регионах разная этика, наверное, не найдется ни одного такого региона, ни одной такой этической парадигмы, ни одного такого этического утверждения, которые бы разделяли все слои общества во все времена, в общем-то, и во всех культурах. Такого точно нет. Ну, возьмем, например, вот на крайний случай. Можно ли убивать? Есть куча преступников. Преступники считают, что убивать можно. Есть у преступников этика? Есть. У них есть АУЕ-законы. Ну, неважно, но вы понимаете. То есть у разбойников, преступников обычно есть какая-то этика. Убивать можно, воровать можно. Противоречит христианской этике, но этика у них все равно своя есть. Но не будем брать преступников. Есть какие-нибудь самураи, допустим, для которых умереть в бою. Отлично, отлично, супер, умереть хорошо. Убивать в бою? Отлично. Убивать просто так, да тоже, в принципе, допустимо. Главное, не убивать своих. Вот так вот. Все очень сложно в мире. И всегда было очень сложно. Действительно, просто нет, наверное, ни одного закона. Что? Кража. Кража, кража, кража. Кому какая кража? Что за кража? Все проблема кража, если мы, например, не имеем никакого отношения к собственности. Общество, племя, например, в котором нет личной собственности, в нем не может быть такого греха, как воровство. Ну так вот, теперь вернемся к христианству и обсудим заповеди. Заповеди таковые. Ну, именно самые существенные заповеди. Почитай отца и мать, не убей, не прелюбодействуй, не гради, не произноси ложного свидетельства и не желай ничего, что есть у ближнего твоего. Ну, я, конечно, сократил, чтобы время сэкономить. Продолжим. Да, все заповеди, связанные с Богом, я убрал, оставил непосредственно сам ЭТОС. ЭТОС, ну, то есть то, что позволяет людям взаимодействовать друг с другом. Ну, то есть, да, убийство, кража и ложное свидетельство, они караются по закону даже в современном обществе. Притом, нет привилегированных сословий, которые могли бы избежать наказания. И это очень по-христиански, так как все равны перед Богом и все равны перед законом. Закон своеобразный такой, такое олицетворение Бога, да, своеобразное. Действительно, есть такое. Это, очевидно, родственные идеи. А притом, ну вот, да, комбо не убей, не укради, не лже свидетельствуй. Причем, именно не лже свидетельствуй, то есть не лги на суде, как бы. Лжешь на суде, все, пошел в тюрьму. Все, как бы. Хотя, любая другая ложь в христианстве допустима и допустима в современном обществе тоже. Хотя, к ней относятся плохо. Относительно плохо, конечно. Так, продолжаем. Опять же, понимаете, видите, такая же пропорция отношений в современном обществе и в христианстве к одним и тем же порокам и непорокам. Так вот, продолжаем. Относительно прелюбодеяния. Ценность брака, к сожалению, сомнительна. А с учетом того, что выдают замуж в традиционных обществах, того, как выдают замуж в традиционных обществах, лично по мне, нет вообще никакой разницы. Существует прелюбодеяние или нету никакого прелюбодеяния. Так как люди в семье, собственно, изначально не любят друг друга в традиционном обществе, обыкновенно это просто складывается так. Это чисто аврамическая ценность, которая свойственна только аврамическим религиям. И многие еврамические религии, собственно, сохраняют те традиционные каноны брака, в которых вот без установления Господа Бога вот это вот положение не имеет значения. Ну, прелюбодеяние происходит, и что? В чем проблема? Вот если Бог запретил, да, все понятно, все, как бы вопрос снимается. А для атеиста какого-нибудь, например, который не верит в Бога, что? Что ему нужно сделать? Ну, он вышел замуж не по любви. Почему он не должен предаваться прелюбодеянию? Вопрос. Вот именно, что вот это вот все довольно-таки сложно. Тоже можно сказать и про желание, то есть про зависть. Ну, хочет человек что-то, что есть у кого-то. Так в чем проблема-то? Никакой проблемы вообще здесь нет. Если, конечно, человек придерживается атеистического мировоззрения, то ему должно быть поливать. А если Бог так сказал, да, конечно, да, ну, это грех, это приведет к греху, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда, да, именно в концепции христианства это имеет смысл. А когда мы достаем вот эти вот ценности, которые у нас определенно присутствуют, и помещаем их в атеистическое общество, это превращается в маразм. Так, еще раз поясню, что именно наличие Бога, и то, что вот Бог сказал, вот это вот не делай, а вот это вот делай, и вот такое положение дел в Библии и вообще в христианстве, оно дает нам, в общем-то, единственное право на большую часть вот этих вот ценностей. Они нерациональны, они не следуют вообще ни с чего, они не нужны вот эти вот ценности, по большей части. Вот кроме вот убийства, кражи, вот убийства, кражи это плохо, да, это плохо, и во многих обществах это считается, что это плохо. Но, например, при любодеянии сомнительно, что это плохо. Это имеет какие-то плохие влияния только в определенных системах. То же самое с отношением к родителями, да, в христианстве почтительное отношение к родителям присутствует. В конфуцианстве тоже присутствует почтительное отношение к родителям, но абсолютная ли это этическая ценность, непонятно. Кстати, современное общество именно вот от этой ценности, почитая отца и мать, постепенно отходит. Ну, то есть, люди, у которых нету христианских догм, ну, вполне очевидно, могут относиться к отцу и матери так, как те того заслуживают. Или так, как те относятся к ним, например. То, что нормальная такая этическая парадигма, око за око, вполне себе этика тоже. Ну, так вот, мы сейчас понимаем, что вот эти вот все заповеди, которые были даны Господом, в общем-то, они проявляются даже у людей неверующих и очень активно проявляются. Любодеяние считается очень плохим каким-то деянием, очень плохим. Зависть тоже очень плохая, все порицают зависть, никто не любит зависть, хотя что в ней плохого, непонятно. Непонятно именно вне контекста христианской культуры, вот совершенно непонятно. А в контексте христианской культуры, конечно, все становится на свои места, да, понятно, что завидовать нельзя. И даже понятно, откуда вот презрение к зависти, к прелюбодеянию в христианской культуре берется, даже у тех людей, которые отрицают христианство, ну, то есть, все это тоже вытекает из этого. Следующая тема, которую я обычно касаюсь, которую я люблю, когда речь заходит о христианской этике Это семь смертных грехов, которые за редким исключением функционируют до сих пор Перечислим семь смертных грехов Гордыня, зависть, чревоугодие, сладострастие, лень, гнев и алчность Да, все это нередко считается чем-то постыдным даже в современных и нехристианских общинах Ну, каких-нибудь атеистических группах Хотя, например, в чревоугодии, сладострастие многие могут не увидеть ничего этически плохого Но получают люди удовольствие от физических процессов Почему это плохо? Ну, это плохо у христиан И потому, например, даже до сих пор полного человека будут обвинять в обжорстве А любителя плотских утех в том, что он подобен куртизанкам, так скажем Не будем употреблять какие-нибудь плохие слова Ну, вот вы понимаете, да, какие плохие слова сразу же приходят на ум и атеистам, и нехристианам Которые живут в европейских обществах и в нашем, в российском Вот понятно, да, что вот порицаются вот такие вот вещи И имеются определенные обзывательства Вот ты обжора, ты жирный, фу Фу-фу-фу, нехорошо много кушать и сладко, вот как плохо Или, даже если человек не кушает, если человек из заболеваний, его все равно называют Но это тоже о многом говорит, это тоже наследие такое своеобразное А то же самое с обзывательствами в духе куртизанка и так далее Более нецензурные, в общем-то, выражения, связанные с этим Вот когда атеист, атеист, которому, ну, на самом деле, вот эта вот ценность Она чисто тоже христианская Не при любых действиях, да, не нужно сладострасти Вот это христианская вещь И вдруг, и вдруг какой-нибудь атеист называет девушку Которая имеет множество половых партнеров куртизанкой С чего же это? С чего? Ну, друг, зачем ты это делаешь? Почему ты держишь на нее зло? Почему ты ее порицаешь? Если в твоем мировоззрении нет никакого божества Которая сказала, слушай, друг, а вот сладострасти-то это плохо Вот, а в твоем мировоззрении его нет Ты просто, как бы, просто злой, агрессивный человек Который, подавшись общественному влиянию, называет человека Вот таким вот неприятным словом Причем, замечу, что именно сладострасти и чревоугодие Это самые безобиднейшие грехи И они вообще не имеют ничего плохого для самого человека Ну, то есть, с одной стороны, для самого человека И для других людей, которые с ним связаны и с ним дружат Ну, то есть, ну, подумаешь, у меня есть толстый друг Друг, который много ест Друг, который любит сыр, например, у меня есть Допустим В чем? Что в нем плохого? Человек наслаждается сыром Он ест сыр, он любит сыр Вот же гад он, да, надо говорить Вот негодяй Ну, с обжорством в современном обществе все-таки Все не так жестоко, как с прелюбодеянием, сладострастием Да, сладострастие больше порицается, чем обжорство, конечно И чем чревоугодие Вот Но обществу все равно это не нравится Притом, в том числе, обществу атеистическому Лень, очевидно, отрицательное качество За всю историю Европы, России Да, это отрицательное качество Так думает большинство Припомним Карла Маркс, конечно же Припомним коммунистическую партию Труд, май, да, и так далее Лень, грех Причем в советском обществе лень была таким грехом Которая могла бы быть наказана с помощью уголовного преследования Да, неприятная Крайне неприятная, конечно Ну, вот Лень тоже, по сути, безобидный грех для всех окружающих Ну, не работает человек Ну, умрет он с голоду Ну, не ваша, собственно, проблема Не вам его порицать в данном случае Но нет Нет, общество сложилось таким образом Что лень Это крайне отрицательное качество Которое мало кому нравится Ну, вот Про гордыню, зависть, алчность и гнев Поговорить, конечно же, не приходится Существует множество сказок и классических произведений искусств Которых все это порицается И люди воспитываются с колоссальным презрением К тем, кому эти грехи свойственны Это следствие христианизации нашего общества и нашей морали У нас до сих пор все еще очень христианская этика Ну, с этим спорить действительно очень трудно Потому что мы берем все наши добродетели с одной стороны И все наши грехи, которые мы считаем грехами И посопоставляем их с христианством И в принципе почти всегда это совпадает Так или иначе В тех или иных пропорциях Но система передатчиков культурных все равно очень видна А вот сейчас обратим внимание на светские такие вот размышления Очень светские размышления Свойственные эпохи просвещения Просвещения просветителей И, конечно же, революционеров Например, французских революционеров Какой был девиз? Свобода, равенство, братство Это лозунг революции, идеология либералистов Только вот свобода Это преимущественно христианский термин И восходит он к основной категории христианства Свободе, воле Без которой добродетель свобода не имеет смысла Для многих учений философских религий во всем мире Все необходимое для стойков Все необходимо происходит Все происходит по необходимости Нет никакой свободы воли Происходит то, что должно произойти Христианство же одна из тех религий В которых ценность свободы первична И тема свободы в европейской философии Одна из самых популярных К чему вел Кант? К свободе К чему вел Гегель? К свободе он тоже вел в итоге К свободе абсолютного духа, правда Но все-таки к свободе Как бы Да, вот именно Вот и получается Связь Очень тесная связь Именно тема свободы Для философии нового времени Просвещение особенное для философии немецкого идеализма Это очень важная тема Это ключевая тема Которая строит не только этику Ну и даже не антологию Метафизику строит тема свободы И это очень свойственно христианству Это понятно, что корни всего вот этого Лежат именно в христианской парадигме Да Такс А что с равенством? А что с равенством-то у нас? Разве это не происходит из утверждения, согласно которому все равны перед Богом? Так как Если Бога-то нет Ну, то у нас нет сравнительного эталона По сравнению с которым все люди одинаковы Одни оказываются значительно умнее Другие значительно сильнее Третьи значительно красивее Трудолюбивее Ну, либо вообще все сразу А есть люди, у которых вообще ничего нет Ну, то есть, вообще есть люди Вообще больные Ну, простите, конечно Есть люди с интеллектуальными не только заболеваниями У которых это еще и на внешности отражается И вообще на всем их образе жизни То есть, они ни в одном параметре не равны с другими людьми А есть люди, которые значительно умнее Занимаются интеллектуальной деятельностью И, в общем-то, в этом преуспевают И некоторые из этих людей даже еще и в физически хорошей форме находятся То есть, ну, получается Есть люди, которые в каких-то параметрах лучше А в каких-то параметрах хуже Но если есть Бог Абсолютно совершенное существо Которое быстрее, сильнее, умнее всех Ну, сразу становится понятно Вот в такой системе, в такой системе ценностей Определенно становится понятно Что любой человек по сравнению с ним И даун, и гений абсолютно равны То есть, абсолютно умственно отсталый человек С определенной имеющей заболевания Будет равен, там, какой-нибудь Эйнштейну Гению абсолютно любому По сравнению с Богом Просто диапазон разницы между ними Он будет не так велик Как если мы будем рассматривать общество Вот так вот вблизи То есть, смотрите, да У нас есть человечек один Есть второй человечек, разница между ними такая И есть Бог, он где-то вот вообще за пределом Он настолько невообразимый Настолько силен, мудрый И крут, что Вот по сравнению с ним Разница между двумя этими человечками Незначительная И поэтому все равны Да Вот так вот это трактуется Если мы убираем Бога То мы получаем вот разницу между ними человечками Мы можем уже сравнивать Если мы смотрим внутри общества Мы сможем сравнивать Вот, например, какой-нибудь Олигарх Богаче меня Да, он в каком-то параметре Не равен мне Совершенно не равен мне Он миллиардер Я не миллионер даже И вот колоссальная разница получается Просто колоссальная Так, и остался последний, да, критерий Братство Ну, братство это христианский символ Да Вы можете припомнить христианские братства Ну и братство, очевидно, идет исторически оттуда Ой, а теперь вернемся к коммунизму Коммунизм, то есть общество, в котором все равны Также напоминает христианскую мечту о рае Да, рай, в котором все равны Там, где нет вождей Ну, только Бог над всеми стоит и все Также следует заметить, что реализация коммунистического проекта В 20 веке на территории России С точки зрения этики Было крайне христианизированным В целом, советские жители разделяли христианские добродетели И презирали христианские грехи Это тоже очевидно довольно-таки У нас до сих пор люди советские Они крайне моральны именно по образцу христианства Страдания Страдания Христианство известно тем, что оно распространяет страдальческие настроения Есть большая разница между страданием на Востоке и страданием христиан Для восточного человека страдание Это нечто вроде страдательного залога Ну, то есть это тот факт, что над человеком совершаются действия И он не может противиться им Желая при этом совершенно иного Это страдания по-индийски Почти все учения Индии заняты тем, чтобы уйти от страдания Знание истины приносит бесстрастие Ну, или отсутствие желаний Ну, в принципе, одно и то же Безразличие Нам без разницы, какое желание вообще есть Нет Все желания растворились С кармой мы разобрались Все, нирвана, мокша, все что угодно происходит с нами И все отлично Да, главная цель избавиться от страдания Страдание же по-христиански Это жертва Притом, Иисус принес себя в жертву ради человечества А потому каждый христианин должен страдать и приносить себя в жертву ради других И прежде всего Бога, действуя на подобие Иисуса Христа, получается Дело в том, что христианин добровольно идет на страдания и на жертву У него есть свободная воля, которая приводит его как раз к страданию Если он правоверный христианин, у него есть выбор Идти по пути удовольствия, по пути сатаны, в общем-то, по пути дьявола И сначала вот-вот-вот-вот не страдать, получать удовольствие, быть гедонистом А потом в аду все ему воздастся за это С три короба, в общем-то Либо страдать в жизни Страдать в жизни, приносить жертвы определенные В общем-то, и в итоге, и в итоге попасть в рай Да Также в христианском обществе мудрость определяется страданием Чем больше человек страдает, тем он более мудрый Вот, кстати, вот этот вот пунктик, он очень характерен и для русских мыслителей И для западных мыслителей Вот эта вот идея, которая взялась из Экклезиаста Речь Соломона, там, да, где он говорит, что знание приумножает скорбь Вот это вот все оттуда Это вот оттуда, и у нас это присутствует и за христианство непосредственно Да, очень интересная модель И очень многие философы, очень многие философы Включая Шопенгауэра, включая пессимистов Они как раз, включая многочисленных экзистенциалистов И даже Ницше во многом тоже, и не только Ницше, русские розанов и так далее, и так далее, и так далее Многие мыслители считали, что знание приумножает скорбь Ну и вообще страдания, они считали, это положительное даже качество многие И к страданию многие даже стремились Впрочем, Шопенгауэром там все значительно сложнее Но об этом мы не будем говорить, он просто пессимист Он очень ярый пессимист, да Так вот, и с другой стороны, с третьей У нас есть умонастроение древних греков Для которых мудрость определяется, наоборот, тем, насколько человек счастлив Аристотель считал, что познание делает человека счастливым Вообще греки стремились к счастью Вся философия после Сократа, она очень активно занималась разработками теории счастья Что является счастьем, как его достигнуть Аристип там, например, нам отвечает, что нужно быть богатым, зажиточным Нужно, в общем-то, гедонизмом заниматься А другие мыслители считали, что там дружба нужна Нужно, чтобы у тебя друзья были, любовь, там, не знаю Филия именно, из четырех любовей, там, филия, чтобы у тебя было Чтобы все было хорошо Вот Некоторые считали, что, ну вот, если счастья в жизни добиться нельзя То имеет смысл даже убить себя Гегесий Press F for respect Гегесию Который, видимо, и убил себя Разрабатывал методы самоубийства с помощью голодания А, кстати, заметьте, да, что христианин не имеет права себя убивать Это тоже грех Самоубийство в христианстве грех А древний грех гегесий Кстати, некоторые индусы, джайны, например Если джай не может добиться, в общем-то, итоговой своей цели в этой жизни Он может умереть с помощью голодания В общем, голодать много-много-много дней Есть все меньше и меньше и меньше И безболезненно уйти из жизни Все И переродиться дальше А Гегесий просто предлагал просто взять и то же самое Тоже смерть с помощью голодания Но просто если не может достигнуть удовольствия Потому что удовольствие для грека главная цель в жизни Вот вы и посмотрите три разных парадигмы Три абсолютно разных парадигмы Индийская с одной стороны С другой стороны греческая И с третьей христианская Христиане стремятся к страданию Да И греки стремятся к удовольствию Да Индусы не стремятся ни к удовольствию Ни к страданию Индийская философия зациклена как раз О безразличных таких состояниях В которых нет ни удовольствия, ни страдания Нет желаний Отказ от желаний происходит Вот такие вот три парадигмы Вопрос Какой из трех перечисленных типов отношений К страданию мы можем соотнести с нашим современным обществом? Вы сами с собой Какой из этих трех типов можете соотнести? Я думаю, ответ очевидный В современном обществе преобладает христианское отношение Даже среди атеистов Мифы о развитом гедонизме и стремлении к удовольствию Разбиваются популярными депрессивными песнями, фильмами А также формой отношения современного человека К выбору полового партнера по принципу Ну, чтобы побольше пострадать Да, романтика, романтизм Вот этот вот весь Который приводит в итоге тоже к страданию Современный человек, особенно если он образован Стремится к страданию Жаждет принести какую-то жертву Ради коммунизма, науки, искусства, философии и так далее Для современного человека жертва и страдания – сокровенные фантазии Страдание – это пусть и неприятная, но приемлемая для большинства людей вещь в жизни И это все очень по-христиански А современный человек выбирает трагедию Именно трагедия ему больше нравится Именно играть трагического персонажа, а не комедийного Комедийный персонаж кажется пошлым, пошлым и неинтересным А вот в европейском обществе очень развитое ремесло трагедии Трагедии Каждый человек делает из своей жизни трагедию Это определенно влияние христианства Продолжаем Эстетика и искусство Не менее очевидно влияние христианства на искусство и наши эстетические предпочтения Этические нормы, продвигаемые писателями и поэтами, зачастую оказываются христианскими Но это очевидно Один из самых известных и авторитетных русских писателей Достоевский Определенно был христианином и продвигал христианские ценности Подавляющее число писателей, даже атеистического толка, занимались тем же Не говоря уже о том, как художники, писатели, скульпторы и прочие воспроизводили библейские сюжеты и библейских персонажей Также для христианства свойственна определенная эстетика страданий, которые впитали в себя многие произведения искусства Театры, кинематограф во многом на этом и держатся Также я всегда обращал внимание на то, что обучение искусством, прежде всего изобразительным Строится по средневековой модели, которая, конечно же, перешла в искусство от христиан Ну, мастер, подмастерие и так далее Ученики, иерархия определенная есть Ну, да, да, такое есть, такой момент тоже есть Да и само отношение к искусству на Западе нередко напоминает отношение к Богу Отношение к так называемым гениям подобно отношению к святым Которые черпают свое вдохновение из вечных сфер Например, вот этих вот авторов называют гениями Вы вообще понимаете, что такое гений, друзья? Гений А что такое гений? Гений это полубог греческий, по сути Это такой бог, который спускается и шепчет человеку истины, истины этого мира Очень такое интересное сравнение для человека Вот есть какой-то смертный мужик, Достоевский, например, вышеупомянутый Которого внезапно называют гением То есть сравнивают практически с Богом в некотором роде То есть обожествляют, то есть создают себе кумира Вы понимаете, да? Вот это, кстати, интересно, что именно в искусстве такие религиозные мотивы тоже возымели огромнейший эффект Продолжаем Любовь Христианство одна из тех немногих религий, главной ценностью которой является любовь Притом именно в христианстве любовь метафизическая и является одним из атрибутов Бога Вообще христиане, судя по всему, взяли концепцию любви у древних греков, которые были крайне любвеобильны У них было как раз четыре типа любви, но об этом я уже рассказывал Также у них было множество мифов об Эроте, Эросии Не только у греков, у римлян, Афродите, Венере Все вот это вот очень обильно произрастало в античной территории Вот тема любви была популярна в античной территории Христиане сделали любовь одной из своих главных ценностей А современное общество в том числе на любви помешано С чем это связано? С тем, что любовь обязательная С тем ли, что любовь это обязательное для человека чувство? Да, вроде нет Многие культуру о любви даже не знают Или то, что переводится как любовь на европейские языки Имеет такие формы, что европейцы бы это любовью не назвали Так вот, помешательство современного общества на любви Также берет начало в христианстве Философия Теперь непосредственно обсудим философию Мы обсудили некоторые научные и философские концепты Отдельные темы, которые как раз появляются и в философии, и в науке А теперь мы рассмотрим философию как таковую В отрыве вот от этих вот моментов Фух, тяжело Мы уже неоднократно убедились в том, что христианство влияло на философию Прямое влияние оно оказывало на средние века То есть христианство, да Уже косвенное в новое время Многие новоевропейские философы были очень близки к христианству Например, Фрэнсис Бэкон Доработавший эмпирические методики В итоге был человеком верующим И его философия за пределами научного метода была комплементарна по отношению к христианской То же самое можно сказать про известнейшего рационалиста Рене Декарта Который в своем рациональном сомнении прошел путь от сомнения в ощущениях, в боге, математике До положения мыслью, следовательно, существую А после сразу же под нелепейшим аргументом к совершенству Вернул все схоластические догмы на свои места Не менее велик и значительный для европейской философии Эммануил Кант Который написал величайший труд критику чистого разума В нем он в том числе показал, что доказательство возможных истин о боге Всевозможных истин о боге Что доказательство, оно не может быть произведено с помощью разума Но в следующих своих трудах он показывает, что существование бога можно подтвердить с помощью этического аргумента Также Кант не отрицал авторитета христианской этики А его моральная философия является интерпретацией этики христианства Также своеобразное диалектическое богословие преподносит нам Георг Вильгельм Фридрих Гегель Перечислим тех мыслителей, на которых христианство оказало неоспоримое влияние И которые при этом оказали бесспорное влияние на историю философии Это все мыслители средних веков без исключения Монтень, Кузанский, Бруно, Декарт, Бекон, Паскаль, Спиноза, Лебнец, Кант, Фихте, Шеллин, Гегель, Киркегор, Ясперс и многие другие Это величайшие философы, которым оппонировали в том числе известные материалисты И эти в итоге из-за своей критики как раз тоже были взаимосвязаны с христианством, вообще с христианской культурой Иногда даже перенимали некоторые черты христианских мыслителей, некоторые логические построения христианских мыслителей, включая этику Вот, вот с философией вот так вот все приблизительно происходило Теперь наука Было показано, что некоторые основополагающие теории науки берут начало из христианского типа мышления Впрочем, это далеко не все Средневековая чисто христианская философия породила ряд рационалистов, математиков и эмпириков нового типа Которые дорабатывали математический аппарат греков, разрабатывали теорию импетуса, предшественника ньютоновского импульса И эмпирические методы Коперник, будучи каноником католической церкви, не на пустом месте совершил свой переворот Довольно интересными лично для меня кажутся взгляды Николая Арэма на гелио и геоцентрические модели мироздания Заложившие фундамент под взгляды на механическую относительность движения, которыми позже пользовался Галилей Не менее важными являются труды Роджера Бекона, не путать с Фрэнсисом Который также был эмпириком и сформулировал тетисы прогрессивизма Он рассуждал о том, какие удивительные изобретения можно создать, если использовать эмпирический метод Многие его предсказания, которые были озвучены в средние века, сбылись Также не следует забывать о великом и крайне догматичном мыслителе Окками Окками, Бритва Окама, да, который стремился срезать сущности Конечно, наука извратила его принцип, но все равно взяла его на вооружение Ну то есть да, Бритва Окама-то по сути срезать все кроме Бога В лучшем случае это звучит А в итоге наука по-другому его интерпретировала Без христианской философии невозможно представить себе становление научного знания в том виде, в каком оно происходило До конца 19 века наука была тесно связана с христианством Многие известные ученые были не только верующими людьми, но и служителями церкви непосредственно Эти и другие аргументы говорят нам о том, что христианство повлияло на возникновение науки и становление науки Притом в положительном ключе, так как совершенно непонятно, как научное знание могло бы развиваться, если бы и дальше продолжили существовать многочисленные античные философские школы Которые были уничтожены христианством, вероятно, обилие альтернатив разделило бы мыслителей и ученых И создать единую империко-рационалистическую модель в итоге не удалось Ну, по крайней мере, у меня есть такие предположения Ну, а как? Как создать? У нас куча философов разных У каждых свой метод У каждых свое мировоззрение У каждых свое отношение к империзму и рационализму Создать единую модель науки в рамках вот этого вот многообразия невозможно И христианство очень сильно помогло науке Ну, то есть, да, взяли, убили всех Убили, либо переначивали, сделали тоже христианами В общем-то, все стало едино, монолитно И потом в христианстве наука уже родилась Наука внутри христианства создала свой метод И именно руками христиан она изучала мир прежде всего И христианство поддерживало науку Да, несмотря на то, что некоторые ученые подвергались гонениям Какого-нибудь там бруно сожгли бедного Да, были неприятные казусы в истории Но в целом, в целом, и известные ученые Многие, многие, они поддерживались И христианскими, в общем-то, королями, феодалами Они поддерживались, они поддерживались и церковью в том числе И все, многие, многие исследования проходили в институтах Христианских институтах Христианских университетах даже Понимаете, в чем дело-то? Что это все не так уж и просто Что нету вот такого вот радикального разделения науки и христианства До конца 19 века Вот его просто трудно обнаружить До конца 19 века, в принципе, христианство и наука И идут рука об руку довольно-таки дружно И ученые, в принципе, солидарны с подавляющим большинством христианских положений Вот так вот и было, по сути Образование Последняя тема Образование Христианство заложило фундамент Той образовательной системы, которая существует в современности Школы, ну то есть схоластика, схола, схолы, школы Это вот единое слово, это очень похоже Схоластика, шкаластика Шутка, да? Школы Университеты Все это построилось христианами И лицеи, и академии, которые, ну, исторически не являются частью христианского образования Они впоследствии создавались уже по образцу этих религиозных учреждений А не по образцу Платона или Аристотеля Нет Нет, и лицеи, и академии претерпели абсолютные изменения Которые приблизили их скорее к университетам Чем к тем учреждениям, которые существовали в античности А в средневековых университетах преобладала такая форма ведения занятий, как лекция Это типичная для миссионера и удобнейшая для богослова форма подачи материала Когда он сам говорит, он сам повествует вам о тех или иных истинах Он вам рассказывает различные сюжеты из Библии А все остальные молчат и не пытаются сказать совершенно ничего Потрясающая просто форма ведения занятий И сейчас она повсеместна Это очень соответствует христианскому духу, с одной стороны И эта форма занятий повсеместна Семинары на самом деле тоже чаще всего ведутся преподавателям То есть нет свободного диалога, свободного разговора На семинарах читают книжки часто бывает Вот прочитали книжку или решаем что-нибудь Я вам на лекции уже рассказал, решайте Семинары не подразумевают свободной дискуссии обычно, обыкновенно Иногда подразумевают, но тоже тут трудно сказать, насколько эта дискуссия свободная Раз уж она происходит в университете и после лекции, а не до их Так, и в итоге получается, что это соответствует и научному духу, и даже философскому Так как и философия, и наука в университетах обитает в последнее время Это основная форма ведения занятий в современных вузах Это же лекция, все же понятно, да, все объединяется Мы до сих пор пользуемся своеобразной разновидностью христианского образования Это очевидно С этим спорить крайне трудно Школы догматичные, школы преподают так же, как преподавали, в общем-то, христиане Ну, методики стали более развитые, более интересные Больше народа стало, но суть-то осталась та же Вот, так же образование унаследовало средневековую образовательную иерархию С теми самыми известными докторами философии Причем все ученые называются doctor of philosophy И многие другие, philosophy doctor, да, PhD, вот, PhD PhD, вот, просто, да, доктора Как раз были доктора тогда в средневековье Известные клички такие забавные Ангельский доктор у средневековых философов Тонкий доктор и так далее Но они доктора философии И это исторически сохранилось в европейских вузах И в нашем, в наших, к сожалению, нет Ну, неважно, наше образование, в принципе, не является фундаментальным Это мы, как бы, смотрим на Запад и копируем с него А не Запад смотрит на Россию и копирует с нас Нет К сожалению, все наоборот В мировом образовании, в европейском Доктора философии все еще существуют Какими бы науками они не занимались Да, очень много даней христианства в образовании Невероятно много И я перечислил только самые поверхностные из них Самые незначительные Ну, самые значительные, может быть Но их значительно больше В общем, образование в западной культуре Тоже восходит к христианству Это очень интересно Вывод Вывод, вывод, вывод Вывод, наконец-то, да Как вы могли убедиться Христианство оказало колоссальное воздействие на нашу культуру И продолжает оказывать его до сих пор Известная нам философия претерпела колоссальное влияние христианства Искусство и науку также не смогли его избежать Я не стану в данной лекции судить, хорошо это или плохо Выводы можете сделать сами Мне же кажется, что данная лекция крайне актуальна Ввиду современных атеистических предрассудков Которые заставляют людей подменять историю Или видеть в ученых, или деятелях искусства, или философии Нечто большее, чем они представляли на самом деле Каких-то свободных абсолютно мыслителей Которые вот-вот внезапно, из ниоткуда Открывали какие-то вещи, вот такие внезапно Так бжух, в христианстве никогда такого не было Никаких христианских философов такого не говорили А они взяли, взяли и открыли вдруг внезапно То, чего никогда не было И каких-то наработок на что тоже никогда до этого не было у христиан Вот такие вот колдуны, ученые Причем именно чудотворцы Вот действительно такие чудотворцы Нет Но, к сожалению, это просто не так К сожалению, это не так История философии, история науки В данном случае крайне последовательна И переход христианства в науку, он совершается непосредством противоречия Когда от христианства внезапно отпочковывается какая-то невероятная штука Которая радикально от него отличается Нет, наука долгое время не отличалась от христианства И философия, которая появилась из средневековой философии В лице Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта Она тоже не была радикально отлична от христианского типа мышления Эпоха Возрождения тоже не была радикально отлична Конечно, на фоне средневековья, может быть, многие историки и думают Да, 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 отличие было большим, очень большим Какой скачок совершили Но на фоне, например, Индии На фоне Китая Или на фоне Древней Греции Разница между современным мировоззрением Или мировоззрением средневековья Она не такая уж и большая Понятно, что истоки у нас берутся из средних веков Понятно Понятно, откуда вытекают те или иные предрассудки В современной науке, в современной философии Понятно, откуда берутся те или иные позиции, положения Откуда этика вообще-то берется И почему именно эта этика считается правомерной Продолжать здесь можно просто бесконечно Разговоры о том, как христианство повлияло на нашу культуру Они действительно колоссальны Можно продолжать очень-очень долго И эту тему стоит изучать И не стоит игнорировать вот этот вот факт Это просто факт Это с этим фактом трудно поспорить Это история на данном случае С которой трудно что-то сделать Восьмикратно с вами прощаюсь И желаю понимания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok